Это программа «Игра в классике». Программа о людях, которые играют в игры, и об играх, в которые играют людям. Говорим об актуальном, вспоминаем классику. Меня зовут Платон Беседин. Добрый вечер. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многие его вычеркнули из поля своего зрения достаточно давно. Между тем, Быков это, конечно же, явление. Явление крайне интересное, сложно сочиненное, провокативное. Особенно сейчас, когда мир, казалось бы, бесповоротно делится на черное и белое. Когда люди стоят по разные стороны баррикад. Что ж, друзья, приглашаю вас на серьезный разговор. Итак, Василь Быков был из поколения тех, кто ушел на самую страшную войну в историю. Ту, где смерть приходила ежесекундно. Ну, к слову, у самого Василя Владимировича были очень такие сложные и причудливые отношения со смертью, которая, казалось, подходила к нему, подкрадывалась, хватала, но всякий раз отпускала. Он прожил без малого 79 лет и, что характерно, ушел из жизни 22 июня. То есть, в тот день, когда началась война. Тот самый длинный день в году с безоблачной погодой. Как писал когда-то Константин Симонов о дне, когда началась Великое Отечество. Василь Быков родился в 1924 году в крохотной деревеньке Бычки, белорусской деревеньки, в семье, ну, простой крестьянской семье. Война застала его в 17 лет, но он не был солдатом, он строил оборонительные укрепления на Украине. А после было Саратовское пехотное училище, ну и затем уже месиво войны. Я сказал о лейтенантской просьбе, так вот на фронт Василь Быков ушел в звание младшего лейтенанта. Действительно, в самом начале, когда Быков строил оборонительные укрепления на Украине, он отстал от товарищей. А времена были чудовищные и катастрофические. То есть, красноармейцы отступали, мирные жители покидали свои дома. И вот, в общем, Быкова поймали особисты. Хотели расстрелять заблудившегося паренька, думали, что он то ли дезертир, то ли, значит, немецкий шпион. Но, к счастью, к счастью, пощадили. К счастью и для Быкова, и для русской литературы. А вот второе такое очень причудливое, липкое столкновение со смертью случилось уже на фронте. Воевал Быков на Украине, освобождал промышленные города, те, которые станут промышленным центром будущей УССР. Так вот, Быков во время Кировоградского наступления получил тяжелейшие ранения в живот и в ногу. И многие посчитали, как считалось, что он умер. Но он выжил. И, собственно, выжив, пошел дальше, двинулся дальше. В Венгрию, Газславию, Австрию. И дослужился до лейтенанта, командовал артиллерийским взводом. Вообще, в 1955 году Быков ушел из армии в статусе, на секундочку, в звании майор. Однако, свою главную награду Быков получил в мае 1945 года. Он остался жив в самой чудовищной войне на свете. И вот, действительно, из выживших, как я уже сказал, родилась та самая лейтенантская проза. Эти имена я не раз говорил в своей программе. Юрий Бондарев, Виктор Курочкин, Григорий Бакланов, Константин Воробьев. Это действительно значительное явление русской литературы. Вот есть мнение, что Василь Быков был лучшим из этого направления. Мнение, ну, очень спорное. Потому что, на самом деле, роман «Это мы, Господи, Константина Воробьева», ну, на мой взгляд, это просто запредельно монументальное произведение. Действительно, произведение мирового уровня к прочтению обязательно. Поэтому я бы так сказал, что, так сформулировал, что Быков, он был другим, нежели его товарищи. Да, безусловно, его проза коррелировала и с южнее главного удара Бакланова, и с батальоны просят огня Бондарева, и с августа 44-го Богомолова. Но, но, как бы сейчас это странно ни прозвучало, переплеталось творчество Быкова и с творчеством, например, Альбера Камю. Хотя, казалось бы, где французские экзистенциалисты, где писатель белорусский, советский писатель-фронтовик. Но, на самом деле, проза Быкова, подчеркну, очень и очень экзистенциальна. То есть, действительно, переплетение с Камью не только в смысле верховенства истины над верой, хотя и в этом тоже, а в том, что вот Быков блестяще как бы препарировал, изучал человека в необыкновенных критических обстоятельствах. И, зачастую, герои прозы Быкова, его повести замечательных, они поступали парадоксально, так как не принято было описывать в книгах, так как не принято было показывать в фильмах. Поэтому и цензурировали Василя Быкова, который, к слову, писал на, в основном, на белорусском языке, иногда на русском. А это, конечно, тоже, несомненно, влияло. То есть, раздвоенность языка, раздвоенность сознания. Вот в том, как, например, поступали герои его повести «Мертвым не больно», а Быков всегда, всегда выбирал мастерские названия для своих произведений, одно лучше другого. Вот в том, как поступали герои, знаете, была правда. Была правда, но правда скрытая. Причем, знаете, не как писали критики, да, окопная правда войны, а правда человеческая. Потому что Быков в первую очередь писал о душе человеческой, о ее мытарствах, терзаниях, страданиях и так далее. Потому проза его действительно любопытнейшим, подчеркиваю, любопытнейшим образом оказывает терапевтический, да, именно так, терапевтический эффект. Вот прочтите или перечитайте, если вы читали, повесть Василя Владимировича «Сотников». Это вообще удивительное произведение, просто удивительное, без шуток. Знаете, есть такое выражение, каждый найдет что-то для себя, каждый найдет что-то свое. Вот действительно, в «Сотникове» одни могут увидеть ту самую окопную правду войны, а другие вполне евангельский сюжет, когда человек сильным духом оказывается победителем человека, который, казалось бы, более физически крепок. И вот в этом ответ, в этом ответ, что именно дух кует победу, в этом ответ, как я уже сказал, на извечный вопрос, почему наши великие деды и прадеды победили в бойне, где у них, казалось бы, изначально не было никаких шансов. Но ведь, смотрите, именно дух, именно воля, да, проложили их путь в бессмертие и обеспечили жизнь нам. Как там было у Василия Гроссмана, да, цитата из него, высеченная на Мамаевом хургане. «Люди ли шли в атаку, смертны ли они?» Замечательная такая цитата была, да. Продолжаем, да, о Быкове. Я сказал, что его цензурировали, и тут, конечно, надо сделать важную ремарку, чтобы зритель не думал, знаете, не представлял Быкова кем-то вроде там Варлама Шаламова, Александра Солженицына, которых там преследовала система и так далее, и так далее. Более того, есть такой любопытнейший факт, деталь, что когда-то сам Василий Владимирович подписал письмо, письмо советских литераторов в газете «Правда», где клеймились, собственно, Солженицын и Сахаров. Ну, правда, сам Быков, конечно, факт своей подписи всегда-всегда пламенно отрицал, но, тем не менее. Однако, чего уж скрывать, от советского государства Василий Быков получил многие почести, награды, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной премии и прочее, прочее. В этом, конечно, он похож на другого писателя-фронтовика, я говорил о нем в своей программе, Виктора Астафьева. Да, вот, столетие мы праздновали 1 мая. У того, правда, наград и почести еще больше. Однако, знаете, и Быков тоже жил вполне себе сыто и с комфортом. Что, впрочем, знаете, не помешало ему выступить против того государства, как и Астафьеву, да, которое оказало ему столько почестей. Потому что Быков уже после развала Советского Союза, конечно, он ратовал совсем за другую Белоруссию. Ну, ту, что с Западом, а не с Россией, ту, что с набором характерных вот этих всех либеральных штампов, ценностей и так далее. Ну, а в 96-м году, когда власть отстояла Лукашенко, Быков вообще, он поддерживал другую сторону конфликта, да, в борьбе за властью. Он вообще эмигрировал из страны. Жил то в Чехии, то в Финляндии, то в Германии. В общем, эмигрант увидел мир, да. К сожалению, там, за границей, за рубежом, Быков, ну, так скажем, выступал довольно конъюнктурно. То есть, вещал там о Чернобыле, о КГБ, о ГУЛАГах, все вот эти вот вещи. Но, к сожалению, для него, прежде всего, к сожалению, очень быстро понял, что там, на Западе, он интересен сугубо как политический деятель, проговаривающий определенные полезные Западу нарративы. Причем, как деятель, ну, здоровый, пламенный. А вот белорусский старик-писатель оказался в Европе совсем не нужен. Ну, как тут не вспомнить, да, знаменитое Пелевенское утверждение, что русский художник нужен Западу непосредственно в России, как таран системы. А вот за пределами России, да никому этот русский художник не нужен. Боюсь, и сам Быков по итогу это понял, и он приехал, такая важная деталь, он приехал на родину за месяц до своей смерти, вернулся. Ну, а на его похороны в 2003 году пришли проститься десятки тысяч людей. Это был 2003 год. Ну, а Лукашенко на этих похоронах так и не появился. Я сказал о сравнении, да, провел такую линию Быкова и Астафьева. Василия Быкова и Виктора Астафьева. Действительно, тут есть определенные параллели, потому что оба, по сути, ругали ту власть, ту страну, да, ту среду, которая много им дала, без которой они бы не состоялись. Однако мотивы, полагаю, были разные, потому что Астафьев, он действительно был человек изломанный, глубоко разочаровавшийся. Он был озлоблен, как я уже говорил в своей программе, казалось на все. Это было доживание во многом сломленного человека. А вот Василий Быков, он, по сути, делал то, что всегда делал. То есть он осваивал и практиковал науку выживания в меняющихся обстоятельствах. Этим он во многом сейчас и интересен. Это я, собственно, подхожу к тому, почему я и вспомнил о Василе Быкову. Ну, конечно, есть формальный повод, это столетия, но есть и другие причины, почему я вспомнил этого замечательного писателя. Во-первых, он действительно выдающийся автор. На мой взгляд, это один из лучших писателей, именно военных, кто вот так умел писать о человеке на войне. Это действительно потрясающе. Мало кто в мире за всю историю литературы так умел. Ну, а во-вторых, конечно, Быков — это маркер. Маркер особенно сейчас, когда, знаете, вот мы так лихо подчас, подчас лихо, а подчас, наоборот, справедливо отказываемся то от одного, то от другого художника, там, режиссера, музыканта, писателя из-за политических высказаний. Повторюсь, во многом это действительно справедливо, ведь идет новая битва. Но ведь с другой стороны, друзья, мы всегда должны, отказываясь от кого-то, мы всегда должны помнить три простые вещи. Вот давайте зафиксируемся на них. Во-первых, ну, есть, что называется, степень тяжести, того или иного высказывания или поступка. Второе, мы всегда должны помнить, что талант, он существует как бы отдельно от человека. Он выше его. Наконец, третье. Произведение после выхода в свет, оно уже, как бы это парадоксально ни звучало, оно уже не принадлежит своему создателю. Так что, прежде чем отказываться от того или иного там произведения, в первую очередь, мы должны честно ответить на простой вопрос. Кто вместо и что вместо? И не образуется ли дыра в нашей культуре от изъятия того или иного произведения? Вот, к сожалению, очень часто наша литература, наше искусство, наша культура работала не на расширение, а на сужение, на эти все бесконечные запреты. Я совершенно не уверен, что это нам пошло на поиск. Ну, а закончить я хотел бы фразой прекрасного, замечательного Александра Твардовского. Фразой, которую он, собственно, поддержал именно Василя Быкова во время нападок, критики и цензуры. Фраза эта звучит так. «Все менется, а правда останется». Вот хочется верить, что это действительно так. Это была программа «Игра в классики». Меня зовут Платон Беседин. Берегите себя, своих близких, свою правду. И помните, жизнь, она только подражает литературе. Удачи вам, мира, любви, терпения.